Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Lava представила для нас с вами свой новый бюджетный смартфон, который получил название Lava Agni 3. И я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получилась данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получила шикарный AMOLED дисплей с закругленными краями и с разрешением 2652 на 1200 точек. Это 429 ppi. Частота обновления здесь 120 Гц. Это 10-битная панель с поддержкой HDR10 Plus и Dolby Vision. А пиковая яркость у нее 1200 нит. Сразу же переносимся на обратную сторону данного устройства. Здесь у нас располагается дополнительный дисплей. Матрица также AMOLED на 1,74 дюйма. Разрешение 336 на 450 точек. Это 323 ppi. А в сердце у нас располагается процессор от компании Mediatek. Это Dimensity 7300X. Я вам напоминаю, это 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,5 ГГц. Здесь у нас 4 ядра Cortex-A78 и 4 ядра Cortex-A55. А также графический ускоритель Mali-G615MC2. В тестах данный чип выбивает примерно 700 тысяч баллов. По оперативной памяти все шикарно. Память быстрая LPDDR5. Но только один вариант 8 ГБ. А вот по внутренним накопителям есть выбор. Память здесь также сверхбыстрая UFS 3.1 и два варианта 128 и 256 ГБ. А вот поддержки microSD флэш-карт, к сожалению, нет. Но мы, в принципе, к этому с вами уже привыкли. Еще из интересного по коммуникациям. Здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi и есть Bluetooth. А вот датчика NFC, к сожалению, также нет. Но зато есть выход USB Type-C. Он версии 2.0. А также на борту GPS, GLONASS, BAIDO, GALILEO и сканер отпечатка пальцев, который располагается под дисплеем. А прямо из коробки новинка работает на операционной системе Android 14. Смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP64. Габариты устройства 163,7 на 75,53 на 8,8 мм. Вес 212 грамм. На рынок новинка поступит в двух красивых цветах. На задней стороне устройства, помимо дополнительного дисплея, также располагается и блок камер, который состоит из трех модулей. Основной из которых на 50 мегапикселей. Это датчик от компании Sony. Здесь у нас заявлена оптическая стабилизация изображения. Далее телеобъектив на 8 мегапикселей. Здесь у нас заявлен трехкратный оптический зум. И третий модуль широкоугольный на 8 мегапикселей. Здесь у нас угол обзора 112 градусов. А на обратной стороне, в панчхолл вырезе, посередине экрана сверху, для ваших видеоконференций и селфи, предусмотрена фронтальная камера. Она на 16 мегапикселей. А за автономность у нас отвечает батарейка емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Lava. Я вам напоминаю яркий бюджетный смартфон, который получил название Lava Agni 3. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами собрались. А сколько стоит? Отвечаю на поставленный вопрос. За базовую модель на 8 плюс 128 производитель просит примерно 250 долларов США. За версию посерьезнее на 8 плюс 256, 275 долларов США. Итак, друзья, вот такая вот у нас новиночка. Вот такие у нее характеристики и вот такие цены. Что думаете вы по поводу Lava Agni 3? Свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данную новинку? А если хотели бы, отпишите на замену какому смартфону планируете приобретение. Также даже если не планируете приобретать, отпишите как вам по вот этим характеристикам данное устройство понравилось или нет. Ну и пару слов о том, есть ли у вас какой-либо опыт эксплуатации вот таких вот новинок от компании Lava. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!